Бюджет России на 2016-й. Распределение денег по конкретным направлениям. Этому посвящено совещанию премьер-министра. Главный финансовый документ страны уже в пятницу будет рассматривать в первом чтении Госдума. По словам Дмитрия Медведева, в сложных экономических условиях основной задачей и остается выполнение социальных обязательств и обеспечение стабильности финансовой системы. Надо принять решение, поддержать ключевые отрасли промышленности, сельское хозяйство, региональные бюджеты, не разгоняя инфляцию, а наоборот проводя ту политику, которую мы с вами проводим, продолжить финансирование важнейших инфраструктурных проектов, программ модернизации образования, здравоохранения всей социальной сферы, в этой ситуации сделать максимум возможного, чтобы сохранить инвестиционную и предпринимательскую активность. Ну и, конечно, нельзя забывать о том, что основными задачами бюджетной политики остаются выполнение социальных обязательств, а также обеспечение стабильности финансовой системы и экономики в целом. Активная подготовка к рассмотрению бюджета идет и в думских фракциях. Единая Россия сегодня рассказали, что предлагают зафиксировать в тексте положение об индексации пенсии в следующем году. Есть и ряд других предложений. Сохранение объемов поддержки агропромышленного комплекса на уровне прошлого года. Это где-то 237 миллиардов рублей. Это поможет не только жителям села, но и десяткам миллионов наших граждан, которые каждодневно покупают продукты питания. Считаем необходимым выделить дополнительные средства для поддержки жилищной ипотеки и сохранение количества бюджетных мест в вузах.